В Саратовской области существенно увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту. Сегодня об этом шла речь на пресс-конференции с участием представителей Вооруженных сил России. Если до 2012-го воинские части служить по контракту призывалось не более 400 жителей региона ежегодно, то за последние 2,5 года эта цифра достигла 4,5 тысяч человек. Из них 270 женщины. Стать контрактником имеет право россиянин в возрасте от 19 до 40 лет. Как прошедшие армейскую службу, так и не служившие вовсе. Учитывается отсутствие судимости, а также физическая и психическая устойчивость претендента. Граждане, которых мы призываем, проходят службу в воинских частях преимущественно Центрального военного округа, а также и других различных военных округах во всех видах и родах Вооруженных сил. Денежное удовольствие очень хорошее. Если занимаемся физической подготовкой, сдаем на высший уровень, нам также доплачивают. Предоставляют нам общежитие. Как я только поступила на контрактную службу, мы сразу предоставили общежитие. У нас статический гарнизон, 60-я Таманская ракетная дивизия. Здесь неподалеку, где-то 35 километров. Мы вышли на улицы города и спросили у представительниц прекрасного пола, на каких условиях они согласны сменить платье на военную форму. Если это затребует Родина, тогда пойду. Не знаю, если что-нибудь прям такое чрезвычайное. Если надо, мы готовы. Нет, я не хочу в армию. Нет, вообще бы не пошла. Нет, я не хочу служить в армии, да. Ни при каких. Деньги не движутся? Нет, ни при каких. Не знаю, я, может быть, и так бы пошла. Сама хотела бы пойти. Вряд ли материальные какие-то ценности. На любые условия. Главное, чтобы взяли и все. А так не важно, какие условия. Полевые там будут у нас выходы, либо что-то такое. Не важно, все бы обстраивать. Наверное, при условиях, если бы это была необходимая, жесткая. Ну и, соответственно, да, зарплата тоже имеет значение для военнослужащих. Наверное, недвижимость – это хорошую роль играет. Ну, естественно, если хорошая зарплата, то, естественно, тоже. Ну, если бы за это хорошо платили деньги. Только за деньги. Какие они? Большие. Ну, если едой платить будут, я бы пошла. За еду? Куда? Если бы там было уютно, как дома. И кормили нормально, как в больницах и в лагерях таких. Если бы в армии не надо было не служить, танцевать.